Сейчас мы будем делать самое интересное и самое долгожданное среди всех подписчиков канала и, думаю, всех грибников, которым интересен зимний гриб фламулина бархатиста-ножского. Мы сейчас будем сравнивать галерину окаймленную и зимний опенок фламулина бархатиста-ножского. Похожи ли они? Смотрим. Я нахожусь сейчас в сосновом таком лесу. В основном здесь одни хвойные деревья. И я нашла гриб, которого так все боятся, который все боятся перепутать с фламулиной бархатиста-ножского с зимним опенком. Не знаю как, с учетом того, что фламулина растет на лиственных деревьях, а этот гриб растет практически всегда на земле в хвойных лесах. Так вот, она галерина окаймленная. Вот в таком лесу я и встретила этих малышей, ну уже просто малышей. Дальше некуда. А это у нас самые большие экземпляры, которые мне удалось найти. Итак, рассмотрим этот гриб поближе. Чего же все так боятся? Что же в этом грибе такого необычного, что его можно перепутать с зимним опенком? Ну, во-первых, видите цвет ножки. Да, ножка у галерины окаймленной темная, но с такими белыми ворсистыми, ворсистым налетом. Видите? Но это не самое главное, чем отличается галерина окаймленная от зимнего опенка. Я, конечно же, их сегодня сравню, когда найду зимний, потому что первая мне встретилась галерина. Я хочу вам показать пластинки. Пластинки у галерины очень-очень редкие. У фламмулины намного чаще пластинки расположены. И вот тот самый момент прирастания пластинок в ножку. Вот смотрите. Пластинки переходят в ножку. Вот этот белый налет при увеличении очень хорошо видно. Но они реально заходят в ножку. Именно заходят в ножку, не заканчиваются. А вот прям на ножечку. Каждая пластиночка переходит в ножку и имеет свое окончание уже на самой ножке. Растет поодиночно, как вы видели. Шляпка. Светлые края имеет шляпка. Темный центр. И продольные полосочки. И такое вот тонкое просвечивающее окаймление по краю шляпки. Вот из-за чего галерина окаймленная. Видите? Довольно-таки светлая полосочка. И дальше идут пластинки. Немножечко. Вот постарше грибочек. Вот размеры этого гриба на моей ладони. Это самый страшный. С улыбкой об этом говорю. Самый страшный, самый опасный. Один из самых ядовитых грибов, в котором содержатся те же самые вредные вещества, что и у бледной поганки. Галерина окаймленная. В руки ее брать не страшно. Для того, чтобы получить смертельную дозу, нужно съесть несколько таких грибов, желательно в сыром виде. Первое. Этот гриб боятся перепутать с зимним опенком. Это невозможно. Я вам показала, как переходят пластинки. И мы еще сравним этот гриб с тем же самым зимним опенком. Обязательно. Для того, чтобы вы наглядно увидели, что они совершенно, совершенно не похожи. Растет этот гриб реально в сосновых, только в сосновых лесах. То есть, если сосен нет, галерины окаймленной вы не встретите. И этот гриб настолько мелкий, я вот даже не знаю, настолько мелкий, что его даже заметить сложно. Не то, что начать его собирать и перепутать с каким-то другим грибом. Я его встречаю в этом сезоне всего-навсего второй раз. И второй раз только в таком более-менее приличном состоянии. В основном он уже весь такой испорченный, такой весь водянистый, темный. Ну вот он, самый страшный гриб, который все боятся найти, съесть и умереть от него. Галерина окаймленная. Ищем зимний опенок, сравниваем. Вот еще одна галеринка окаймленная. Видите, тоже пластинки заходят на ножку. Ножка хоть и темная, но в какой-то белом, в каком-то белом-белом налете. У этой даже бугоровчик выраженный, видите. Вот здесь тоже хвойная подстилочка. Встречается гриб нечасто в компании, ну совсем небольшого количества. Раз, два и вот третий. Поодиночно растет. Зимний опенок фламмулина бархатиста-ножковая. Вот наша фламмулинка бархатиста-ножковая. С бархатной ногой. Оранжевая шляпка. Светлые пластинки. Ножка сначала светлая, потом темная. Бывает полностью черная, но с таким ярко выраженным бархатцем. Это галерина окремленная. Да, ножки темные, но у фламмулины ножка более бархатная. У галерины она в белых таких чешуйках. Вот даже вот здесь видно, какой-то белый налет. У фламмулины такого нет. Ножка гладкая-гладкая. У фламмулины пластинки в ножку не переходят. Они заканчиваются, потом начинается ножка. У галерины пластинки на ножку заходят. Видите? Они не заканчиваются. Когда начинается ножка, пластинки еще в нее заходят. У фламмулины такого нет. Пластинки закончились, пошло углубление, и потом началась ножка. Опять-таки, видите, какая ножка бархатистая-бархатистая, без кольца, без никаких белых опушений. Вот у галерины и опушение видно, и часть, там где заканчивается первое опушение, темная полосочка и пошла ножка. Так вот там было небольшое колечко. У фламмулины такого нет. Шляпка у фламмулины имеет темный центр, немножко она светлее по краю. У галерины шляпка, ну вот вообще отличается абсолютно. У нее такой практически прозрачный край, такая вот шляпочка неправильной формы и совершенно другого цвета. Теперь, как вы видите, перепутать эти грибы практически невозможно. У них совершенно разный цвет пластинок, у них совершенно разный переход в ножку, у них ножки даже совершенно разные, даже шляпки вообще-вообще не похожи. Продолжение следует...